Праздник всех верующих. Слава Богу. Вот так вот. И дальше написано, то есть Пурим от слова Пур, жребий. Наш жребий, сам Господь Бог всемогущий. Слава Богу. И чтобы так, чтобы дни эти были памятны и празднуемы, как во все роды, в каждом племени, в каждой области, в каждом городе. И чтобы дни эти, Пурим, не отменялись у иудеев, и память о них не исчезла у детей их. Написала же также царица Исфирь, дочь Абихаила и Мардыхай Иудеянин, со всей настойчивостью, чтобы исполняли это новое письмо о Пуриме. И послали письма ко всем иудеям в 127 областей царства Артаксеркского, со словами мира и правды. Чтобы они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое время, какой установил о них Мардыхай Иудеянин и царица Исфирь. И как они сами назначили их для себя и для детей своих в дни пощения и воплей. Так повеление Исфирья подтвердило это слово о Пуриме и оно вписано в книгу. Слава Богу. Вот и 10 глава. И вот дальше такая тоже вставка такая не каноническая, но очень такая интересная вставка. Завершающая как бы. И сказал Мардыхай. От Бога было это, ибо я вспомнил сон, который я видел о сих событиях. Не осталось в нем ничего неисполненным. Малый источник сделался рекою, и был свет, и солнце, и множество воды. Эта река есть Исфирь, который я взял себе в жены царь и сделал царицу. И два змея, это я и оман, народы, что собрали смотреть, истребить иудеев. А народ мой, это израильтяне, воззвавшие к Богу и спасенные. И спас Господь народ свой, и избавил нас Господь от всех сих зол, и совершил Бог знамений и чудеса свои великие, какие не бывали между язычниками. Так устроил Бог два жребия, один для народа Божий, а другой для всех язычников. И вышли эти два жребия в час и время, и в день суда пред Богом и всеми язычниками. И вспомнил Господь о народе своем, и оправдал наследие свое. И будут праздноваться эти дни месяца Адара в 14-15 день этого месяца. С торжеством и радостью и весельем пред Богом в роды вечные, в народе его Израиле. В четвертый год царствования Птолемея Клеопатры, Досифей, который, говорят, был священником и левитом. И Птоломей, сын его принесли в Александрию, это послание о Пуриме, которое, говорят, истолковал Лисимах, сын Птолемея, бывший в Иерусалиме. Вот уже подпись, уже такая, более поздняя уже. Аллилуйя, слава Богу. Спасибо, Господь, за Пурим, за божественный Пурим. Спасибо за те события, древние события, два с половиной тысячелетия. Но, Боже, они по сей час раскрывают, Боже, великую тайну бытия, великую тайну нашего жребия. Ты наш жребий, Господь. Боже всемогущий, и надеющийся на Тебя, не посрамиться, не постадиться. Боже всемогущий, благостави сегодня Израиля, благостави сегодня всех иудеев, благостави сегодня, Боже, всемогущий возрожденное еврейское государство, 70-летие какого-то великого этого чуда мы празднуем в этом году, Боже. Боже, благостави сегодня Иерусалим, возрожденную столицу еврейского и возрожденного государства. Спасибо Тебе, Господь, Боже Всемогущий. Боже, благостави всех верующих в Тебя, любящих Тебя, Господи, разных конфессий, динаминаций, разных традиций, юрисдикций, разных народов и племен. Боже Всемогущий, и пусть святится Твое Святое Имя. Боже, благостави нас, и эти дни радости и веселья, Боже, пребудь с нами, с народом Своим. Благоставен Ты, Царь наш, от века и до века. Аминь. Аллилуйя. Благоставляю Вас, благоставляю Израиль, благоставляю Иерусалим, благоставляю всех евреев, благоставляю всех любящих Господа, людей разных национальностей, культур. Пусть Бог благоставит Вас всех во имя Господа Иисуса Христа. Да благоставит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благоставляю всех Вас, братья и сёстры, слава Богу. Вот. И в этом прямом эфире, сейчас я посмотрю, что здесь почему-то прервалось написано. Нет, эфир идёт. Здесь почему-то сообщение, что прервалась трансляция. Вот. Ну, если даже прервалась где-то, прервалась трансляция, то запись есть. Я включил ещё камеру дополнительно. Эфир идёт. А, спасибо, спасибо, братья, да. Слава Богу. Да. Вот. Пусть Бог благоставит. А, вот. Есть вопросы. Были в самом начале. Заповедовал ли Иисус праздновать все праздники, которые Всевышний в Первом Завете дал своему народу? О заповеди Иисуса я в первый раз слышу, честно говоря, вообще о подобном. Брат, наверное, что-то вы это не то, что-то пишете. Так, значит, шалом, хак бурим смех. Так. А, вот брат Роман, как раз, из Дияния приводит пример, да, по поводу, да. Ага. Для язычников, да. Так. Слава Богу. Хорошо. Ну, сегодня время радости, время ликования, время праздника. А, да, брат Роман пишет, это вопрос. Вот. Я думаю, не то, что думаю, я уверен, в Новом Завете я не находил такого, чтобы Иисус запретил, отменил какие-то праздники вообще. Вот. Он сам соблюдал, безусловно, значит, и радовался в Пурим, безусловно, и первые верующие так поступали, и апостолы, и язычники обращенные, безусловно, так же поступали. Поэтому это праздник для всех. Это праздник для всех, кто действительно чтит Библию, как Божье Слово Святое. Вот. Другое дело, что верующие из язычников забыли об этом, к сожалению. Ну, ничего, пришло время напомнить, пришло время вспомнить. Реформация, реформация, то есть восстановление, покаяние, исправление, слава Богу. Шалом всем, пишет братья и сестры, аллилуйя. Да, друзья, благоставляю всех вас во имя Господне, радуйтесь. Праздничный стол ваш благоставляю во имя Иисуса. Вот, значит, угощение, вот, кушайте, приходите в гости друг к другу, и на Пуримшпиль не забывайте приходить. Или же включите, по крайней мере, наберите на Ютубе. За прошлые годы можно найти Пуримшпиль концерт. Очень есть такие, интересные такие. Ну, бывает, ну, всякие бывают. Но чаще всего очень интересные такие постановки. Вот, в кругу семьи читайте книгу Иисфирь, размышляя, вот, в этом чтении, вот, обращаясь к Богу, вот. И, действительно, этому празднику посвящена целая отдельная книга Библии. Вот, и это неспроста, это, действительно, большая наука для всех нас. Этот мир, здесь разные роли людям отведены. Вот, знаете ли, Бог дает, ну, хочется, чтобы, действительно, нам Бог давал хорошие роли. А чтобы быть хорошим, чтобы хорошую роль исполнить, вот, от режиссера получить эту роль хорошую, нужно быть, действительно, ну, нужно любить его, одним словом. Вот, призванным Богом, вообще, те, кто любит Бога и призваны по его изволению, все содействует ко благу. Бог все обращает ко благу. Вот. Благодарю Бога всемогущего. Шалом, друзья, шалом. Да, и подключенных, тоже подключающихся благоставляю. Свою семью благоставляю во имя Иисуса Христа. Жену свою, деток благоставляю. Внука своего, зятя своего благоставляю во имя Иисуса Христа. Хакпурин, 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 Аллилуйя.